Эти места под Звенигородом по праву считали жемчужиной Подмосковья с давних времен. Куда ни глянь, всюду богатая природа, необычный ландшафт, исторические памятники. Небольшое село Каринское – одно из них. Мало кто знает, что его пейзажи мы не раз наблюдали в известных фильмах. Снимался фильм «Дети понедельника» и как раз еще в более хорошем виде, то есть в новую он практически был, Ирина Розанова, Искляр. На фоне вот этой красоты прыгали с моста за козлом. Этот самый мост через Москву-реку соединяет два населенных пункта. Его протяженность 95 метров и он по праву находится в числе самых длинных навесных мостов Подмосковья. Мало того, что этот мост удивительно красивый, когда начинаешь идти по нему, он расшатывается и словно оживает под тобой. Мост действительно впечатляет своими размерами. Идти по нему впервые достаточно волнительно. Но к этому быстро привыкаешь, говорят местные жители. И вспоминают, что таким мост был не всегда. Мост был просто в плачевном состоянии. Практически было не то, что в две-три доски, а там можно было проходить целый квест, как не упасть в реку. По инициативе общественной палаты глава Одинцовского округа Андрей Иванов привел его в надлежащее состояние. Сегодня он стал своеобразной визитной карточкой Каринского и символом счастья для молодоженов. Ведь в этом месте река изогнута в форме подковы. И если взять, что опять же мост, который тоже в нашей русской, славянской такой обрядовости имеет, что если перенести с одной на ту сторону берега невесту, то будет счастье невести и жениху, который смог донести эту невесту. То еще присовокупляя, что это вид такой подковы, ну как бы тут наложение многих-многих таких прекрасных и таких счастливых моментов. Летом лучше места для отдыха не найти. Здесь находится 86% животных и трав, занесенных в Красную книгу Подмосковья. А сколько исторических сражений повидали эти берега? Если можно посмотреть на ту сторону, да, 28 сел было сожжено немцами. Французы тоже нанесли урон, поляки еще больше. Живописный навесной мост – безмолвный свидетель разных эпох. Сегодня он гостеприимно ждет отдыхающих и туристов, чтобы порадовать своей красотой. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова